Ну начнем с базы, да, то есть почему мы охотники. То есть существующие возможности генетики сейчас позволяют достаточно подробно расшифровать генетический код человека. И вот выяснилось, что оказывается мы все являемся носителями определенной аллели гена. Это так называемый ген охотника или ген путешественника, еще его называют геном авантюризма. Вот, что интересно и в принципе объяснимо, что геном этим обладают в большей мере представители кочевых народов, чем оседложивущие. Ну очевидно, что такая особенность связана с тем, что кочевник постоянно находится в пути, у него какая-то постоянная мотивация двигаться и так далее. Интересно, что данной аллелию этого гена обладают многие специальности на системной основе, тоже связанные с каким-то поиском. Это сотрудники полиции, военные очень много, путешественники профессиональные, тревел-блогеры. То есть у кого как это сублимировано, то есть этот ген, насколько он будет или не будет проявляться в виде охоты, это уже другой вопрос. Это вопрос среды, вопрос обитания. Вот взять, например, у нас есть Китай, там полтора миллиарда человек сейчас проживает, но там охотников нет как таковых. Почему? Потому что охота в Китае запрещена вообще полностью как класс. Ну в таких странах, как в странах СНГ, правильно сказать, в среднем количество охотников около 1%. Считается, что это в целом довольно высокое количество охотников и оно такое стабильное для разных стран мира. И можно сказать, что Казахстан довольно в этом смысле стандартная страна, где количество охотников соответствует такому общевзвешенному по всему миру. Давайте дальше. Значит, наличие этого гена обуславливает выработку определенных гормонов. То есть это дофамин, который вызывает чувство эйфории, радости, серотонин. И поэтому нас это все охота, рыбалка, путешествия стимулирует получать удовольствие. То есть фактически человек – это биохимическая личность. Мы во многом зависим от тех нейромедиаторов, которые есть в нашем организме. И вот именно поэтому это уже такое биохимическое объяснение нашего поведения. Если немного копнуть историю, наиболее, наверное, известные подтвержденные факты того, что наши предки были охотниками, хотя, конечно, понятно, что, наверное, охота – это то, что человекообразные обезьяны научились делать еще на ранних стадиях эволюции, то у нас есть замечательные артефакты, пришедшие нам из времен неолита. То есть это раскопки на Восточном Казахстане, где по рзырской системе курганов были найдены мумии, потому что там вечная мерзлота. И все эти мумии, они несут на себе знаки или татуировки, то есть сцены охоты, из чего совершенно понятно, что наши далекие предки, естественным образом, активно охотились. Очень много, вы знаете, у нас на территории Казахстана петроглифов, да, то есть это тоже бронзовый век, неолит, да, то есть это фактически первый период, когда человек начал путем изобразительного искусства отображать процессы охоты в условиях дикой природы. Естественно, с приходом татаро-монгольского ига охота здесь продолжала развиваться и стала более системной, да, потому что первые правила охоты, как известно, прописаны были в ясах Чингисхана, да, то есть это получается там 13 век, и вот как раз вот эта вот гравюра, ее очень очень хорошо видно, она подлинно историческая, находится там где-то в Нью-Йоркском музее, она как раз описывает сцену охоты хана Хубилая, да, который в свое время был одним из основателей Монголо-Китайской империи. Если говорить о Казахстане и о тюрках, то безусловно, это, кстати, тоже общепризнанный факт, что именно на территории вот нашего региона, Центральной Азии, кочевники смогли, во-первых, научить ловчих птиц, да, то есть и вот история, значит, беркучи, всемирная, да, то есть используемая птица для охоты, она начинается вот с территории Центральной Азии, да, то есть это тоже доказанный факт, и, кстати, к слову сказать, охота с беркутом является нематериальным наследием ЮНЕСКО, да, то есть на международном уровне это признано совершенно уникальным явлением в истории человечества, и это тоже нужно знать и помнить о том, что если международные организации признают, да, то есть что охота является частью культурного наследия, да, то есть, соответственно, и мы должны хранить историю и традиции охоты сегодня, в сегодняшнем обществе. Ну, на сегодня уже все сказано, как говорится, до нас, в 96-м году на конференции Организации Объединенных Наций были озвучены принципы устойчивого развития, смысл этих принципов заключается в том, что мы должны сегодня пользоваться природными благами так, чтобы завтра нашим потомкам что-то досталось, вот, и уже несколько годами позже были сформулированы основные тезисы хартии Международного Союза Охраны Дикой Природы, я напомню, международная организация, которая объединяет в себя, там, ну, почти практически все страны, по-моему, 180 стран, вот, так вот, в этой хартии сказано, что охота, правильно организованное охотничье хозяйство является устойчивой моделью природопользования, то есть, с чем это связано? Это связано с тем, что она полностью замкнута, да, то есть самообеспечивающая себя, да, то есть, ну, понятно, что охотник платит деньги за охотничий процесс, охот-пользователь за счет этих средств содержит егерскую службу, охраняет дикую природу, и, соответственно, численность животных растет. Поэтому во всем мире, несмотря на то, что здесь, кстати, такая тенденция была, 10 лет назад зеленые организации, не чувствуя сопротивления со стороны охотничьей общественности, пытались полностью закрыть охоту как таковую. Кстати, вот сейчас у нас тоже не самый лучший период в истории, потому что у нас, к сожалению, наш президент не является охотником. Вот, поэтому, естественно, есть опасности и риски. Вы видели, вот, недавно был у нас на потопах в Кустанае, президент выступал и сказал, что, несмотря на то, что он не суеверный, тем не менее он предложил остановить охоту на Сайгака, которого кто-то сакрализовал, да, то есть, ну, как говорится, хуже потопа может быть только суеверный президент, да, но я надеюсь, что обойдется, потому что сейчас весенние учеты покажут численность крайне высокая этой антилопы, и мы, естественно, будем доказывать, что это поспешное решение, ну, пока еще никакого решения нет, да, то есть была только мысль озвучена. Вот, дальше. Значит, естественно, немного еще пару слов добавлю. У нас очень большой вклад в сохранение и промножение диких животных приносит трофейная охота, а также охота под названием conservation hunting, да, то есть природосберегающая охота, правильно сказать так, перевод такой. Смысл ее заключается в том, что есть очень состоятельные охотники, которые готовы финансировать природосберегающие меры в странах, вот, но при этом они хотят получать за это какое-то право охоты на вышедших из репродуктивного возраста самцов. И вот знаменитая там история с гиллоджистанским маркуром, да, когда оставалось 70 винторогих козлов в Пакистане, ничего сделать не могли, ребята их пускали на шашлык, вот. В конце концов, одного, значит, старого козла выделили на аукцион, деньги от реализации на аукционе поделили там между местной общиной, организатором, научными организациями, и когда выручили за продажу лицензии там 250 тысяч долларов, да, при том, что средний прожиточный минимум в Пакистане около одного доллара в тот период был, конечно, все осознали, что это, условно говоря, курица, которая несет золотые яйца. После этого, естественно, старейшины провели работу с джигитами, с местными, и в данный момент этим гиллоджистанским маркуром ничего не грозит. Таких примеров, я скажу, не то что даже десятки, а сотни, когда охотники, охотничья общественность сохраняет редкие велики. В частности, в Казахстане у нас есть замечательный пример с бухарским оленем, да, вот немногие знают, но у нас есть такой пустынный олень бухарский, всего их в мире около трех тысяч голов, это в несколько стран, то есть Узбекистан, Паджикистан, по-моему, немножко там было в Афганистане, сейчас не знаю, есть или нет. И в 18 веке на нашей территории, на территории РК, его полностью уничтожили. Но, к счастью, для Мухаммед Кунаев в свое время, в советские времена, он был очень активным заядлым охотником, он тогда семь оленей получил из заповедника Тигриной Абалки на территории Таджикистана, где единственное место в СССР было, где остались эти олени. И вот на сегодняшний день, получается, порядка двух с лишним тысяч этих оленей, они живут на территории охотничьих хозяйств в полувольных условиях. То есть у нас, получается, сейчас три или четыре охотничьих хозяйства, в том числе и одно хозяйство наше, занимается разведением этого крайне редкого вида, который находится в первом приложении СИТЭС. То есть первое приложение СИТЭС – это самая красная-красная международная книга. То есть это самая редкая какая живность есть, она вся там. Вот, давайте дальше. Вот, кстати, говорят там бухарские олени. Так. Ну, теперь непосредственно переходим к горной охоте. Говорят, горная охота – вершина охот. Вот, с чем это связано? Связано это с тем, что, безусловно, в условиях высокогорья, да, то есть физиология человека часто не справляется с теми нагрузками, которые выпадают на долю человека, потому что на самом деле очень много приходится работать по физике. Естественно, специальные знания по высокоточной стрельбе, потому что дистанции выстрелов довольно большие, там, до 500 метров, мы говорим. Вот. Сложные климатические условия. Ну, самое главное – это, конечно, нагрузки. Вот. Если сказать, что всего 1% от нашего общества – это охотники, то из этого 1%, но мы думаем, что не более 1% – это горные охотники, да, то есть это абсолютный полный эксклюзив, потому что на самом деле это самые сложные виды охот, это общеизвестный факт, потому что, ну, очень много критериев задействовано, и, естественно, нормальный эволюционирующий охотник, он постепенно повышает, как говорится, свои возможности и цели, которые ставит. Поэтому до горной охоты доходят самые, так сказать, включенные охотники, у которых там этот ген, все остальные гены выдавливает, потому что на самом деле это тяжело, это сложно, это специальные навыки, и это еще к тому же очень не йошо. Вот. Ну, собственно, начнем про горную охоту. Начнем с птичек, да, потому что птицы все-таки более демократичные, более доступные виды. У нас в Казахстане замечательный совершенно набор птиц в горных. Ну, безусловно, это 2 вида куропаток – бородатая куропатка и каменная куропатка, или кеклик, да, и я считаю, что, наверное, кеклик – это вообще самая лучшая птица в стране, она самая популярная здесь, на юге, потому что и охота на нее достаточно спортивная, и по вкусовым качествам она очень интересная. Вот. Ну, чуть меньше, конечно, чуть реже встречается бородатая куропатка. Вот. Естественно, горный подвид фазана. Я вам скажу, что за последние 30 лет, вот, Нурлан сидит, это вот наш охотовед, главный орнитолог и председатель правления… Нурлан, подними руку, чтобы все видели, как это… Вот, да. Председатель правления Казахстанского общества охотников-рыболовов, не понаслышке он изучал тему, связанную с фазаном. Так вот, еще 20 лет назад, да, то есть там вот, где мы сейчас в привычных местах в Каракастейке охотимся на фазана, фазана не было, да, то есть он весь сидел где-то там в пойме реки Илии, в каких-то камышах, по низам, да, то есть в горы этого пошел он последних 20 лет. Почему? Потому что климат немножко стал меняться, потому что кормовая база появилась, это тоже немаловажно, вот в советское время там в Каракастейке высаживали эти вот боярышники и так далее, вот это все, так сказать, подвигло его продвижение. Поэтому мы говорим о том, что в каких-то условиях не очень высокогорно, но тем не менее фазан – это тоже горная дичь. Ну и, естественно, это улар, да, то есть это самый представитель у нас фурообразных в Казахстане. Гималайский улар – чрезвычайно сложный трофей, я вам скажу, как сам, как охотник, особенно если охотишься на него с подхода, то есть, потому что используются разные практики охоты на улара, вот, это всегда длодкоствольное оружие, да, то есть, ну, иногда делают такие, как бы, загончики, загончики, да, когда там 5-6 охотников цепью становится, это чуть полегче, а когда ты с подхода, так сказать, лицом к лицу чик-ту-чик хохотишься, да, то есть это, естественно, всегда очень сложно, и, естественно, трофей по этому золотого стоит. Напомню, что у нас улар является ключевым трофеем в нашей номинации «Казахстанского общества охотников и рыболов» в Семереченской Семенке, да. И вот, Нурлан, Нурлан, у нас когда будет, мы будем рассказывать о других номинациях? Это, наверное, Виталий расскажет, да? Да, да, у нас, по-моему, на субботу, ну, субботу мощный день, там, смотрим, значит, пиво, и там Виталий будет рассказывать как раз про охоту на улара, вот, и по ходу пьесы мы расскажем о новых номинациях, которые мы в Казахстане охотничьих хотим учреждать. Давайте дальше. Значит, small game, так называемый, да, то есть мелкая дичь, это сурок и это барсук, ну, в большей степени, конечно, сурок, меньше барсук, потому что на барсука тяжело охотиться, ночной преимущественный образ жизни ведет, поэтому тут все понятно. Дальше. Значит, вот такая вот есть интересная охота, в Казахстане она не распространена, распространена она на Пиренейском полуострове, это Испания и Португалия, да, это так называемая монтерея, то есть это гигантская загонная охота, да, то есть, ну, раньше у нас, практиковались такие, да, наверное, может быть, и сейчас практикуюсь в каких-то местах, где много барганеров, да, смысл заключается в том, что охотников выставляют на номера, а потом там с собаками, загонщиками гонят их по горам. Организовать такую охоту довольно сложно, и, естественно, это приводит всегда к перестрелу, к изъятию нелимитируемого количества. У нас, к сожалению, с тем количеством животных, которые в Казахстане есть, я считаю, такая охота пагубная, поэтому мы ее не практикуем, но, тем не менее, о ней нужно знать. Поэтому, если что-то такое хотите, это вам надо бы с памятью. Еще охота с собакой. Значит, охота с собакой, в первую очередь, где собака используется в качестве специалиста по добору, да, то есть, в первую очередь, ну, и реже у нас несколько есть, там, я знаю, специалистов-лайчатников, у которых по зверю хорошо собаки работают, и за счет этого они используют их, там, на охотах, причем на всевозможных охотах, и на морала, и на козерога, и так далее. Есть такой тоже вид. Дальше. Вот. Ну, теперь поговорим уже поближе, собственно, о тех видах охота, которые мы пропагандируем. Первое – это трофейная охота. Трофейная охота – это поиск животных с какими-то особыми, выдающимися качествами. Ну, в первую очередь, если говорить о копытных, это рога. Значит, естественно, что, чтобы представить себе, что такое трофейное животное, это вам нужно представить, сколько человек вы видели за свою жизнь ростом выше двух метров, да. Вот приблизительно так же и с этими трофейными животными. То есть, если у козерогов и у баранов, значит, рога растут всю жизнь, и, ну, то есть, условно говоря, в поисках самого старого ты рассчитываешь на то, чтобы найти с самыми большими рогами, то, допустим, у оленей это не так. Да, то есть, многое зависит от генетического фонда, многое зависит от кормовой базы, и куча других есть факторов, которые влияют на качество трофеев, но, тем не менее, этот вид охоты весьма интересен. В мире специально создавали трофейные охоты, как класс, и есть целая система, значит, градаций этих охот, очень много всевозможных международных номинаций, и самая главная номинация, она называется Пантеон, и в ней, внимание, всего там 13 или 14 человек сейчас, то есть, это те, кто выполнил по миру, по всему миру. То есть, это нужно собрать там всех-все-все виды копытных, которые есть в мире, и все номинации, которые есть в мире, и тогда ты попадаешь в этот самый Пантеон. Из казахстанцев никого в Пантеоне нет, а из россиян два человека, да, два человека сейчас есть в Пантеоне. Вот, дальше. Любительская спортивная охота, да, то есть, это та, которая наиболее популярна, наиболее востребована, если мы говорим, что 1% от числа охотников – это горные охотники, то от числа горных охотников 1% – это трофейщики. То есть, это вообще очень маленький класс, а 99% – это просто любители гор, любители природы, любители качественного диетического мяса, да, то есть, любительская охота популярна во всем мире, не только в Казахстане, да, буквально во всех странах, где есть трофейная охота, всегда есть и любительская охота, потому что, ну, это неотъемлемая часть нашей культуры, вот, и популярна охота, в первую очередь, по двум причинам – это общение с природой, ну, и второе – есть целое даже сообщество любителей, не любителей, а пропагандистов хорошего мяса, дичи, да, потому что дичь, как известно, на сегодняшний день – самое полезное мясо в мире, вот, и, в частности, в Канаде, да, то есть, это очень охотничья страна, у них, как говорится, шишку держат не охотничье сообщество трофейщиков, а именно охотничье сообщество любителей мяса, дичи, оно у них так и называется, и в это сообщество входит несколько сотен тысяч человек, и именно поэтому, вот, помните публикации, когда в школах канадских, там, дети учатся, этот, разбирают лося, да, когда там в детском саду, там, мультики про правильных охотников показывают и так далее, потому что это, на самом деле, мощнейшая лоббистская организация, которая специально занимается пропагандой здорового образа жизни, и как часть его – это использование мяса дичи. Дальше. Ну, теперь непосредственно у тех копытных, трофейных, которые у нас в Казахстане широко популярны. Первое – это самый большой олень в мире, да, или морал. Морал – это самый большой подвид благородного оленя. У него есть собрат на американском континенте, называется он вопики, вот, и, но наш по размеру рогов чуточку больше, хотя американские бывают более тяжелые, более крупные, имеется в виду с точки зрения веса. Тем не менее, международная классификация трофеев, два этих трофея, значит, признаются абсолютно разными и в разных градациях, в разных трофейных листах сравниваются. У нас, на самом деле, на сегодняшний день три подвида сибирского козерога в Казахстане, и это вообще очень круто, потому что у нас есть этот алтайский подвид, вот, и он у нас обитает на ограниченном территории, там, непосредственно на востоке страны, и, к сожалению, основная его часть популяции живет на территории УПТ. Есть несколько охотничьих хозяйств, где они там, краюшка моряла цепляются, но вот сколько попыток мы делали там что-то трофейное найти – нет, то есть такие особи там три-четыре года болтаются, а что-то большое – нет. Значит, это первая популяция. Вторая популяция – это джунгарская популяция, это популяция козерогов, которая же джунгарская молотала. Почему мы говорим, что она немножко дифференцирована? Потому что уже есть первичные генетические исследования нескольких трофеев, которые мы отправляли в прошлом году в Институт генетики, и уже по тем гаплогруппам, которые есть у этих козерогов, их сравнивали с теми, которые на территории Тиньшани обитают, уже стало видно, что они отличаются. Так что я думаю, что в ближайший год-два мы выделим во всем мире этот подвид в отдельный, прямо отдельно стоящий подвид, это хорошо. Ну и получается Тиньшанский козерог, который у нас здесь обитает на территории Зайлийского латау, Киргизского латау, Сайрамугам, это вот территория вот эта вот получается Тиньшанская. Дальше. В горах у нас также попадаются медведи, ой, да, медведи попадаются в Восточном Казахстане. Я напомню, что у нас два тоже подвида медведя, белопогодный и бурый медведь. Бурый медведь это у нас получается по линии Иртыша, то есть все, что вот севернее Иртыша, и получается немножко Сайрамугам, не Сайрамугам, а Саврусайкан, да, Саврусайкан получается, и Восточный Казахстан, то есть Алтай. Вот эта территория, бурый медведь, охота на которого разрешена, вот, и кстати сказать, буквально там через несколько дней начинается активный сезон в Восточном Казахстане охоты, вот, и все остальное это Тиньшанский белопогодный медведь, другой он находится в Красной Книге. Насколько эти медведи тоже разные виды, это вопрос. По нашим наблюдениям нам кажется, что на территории Джунгарского Латау как минимум два подвида вводится, и белопогодный, и бурый, да, то есть, но для этого тоже нужно проводить генетические исследования. Мы решили так, степ-бай-степ в этом году козероги, может, в следующем году найдем средства, проведем исследования медведей для того, чтобы были научные данные о том, где какие медведи у нас обитают. Вот, кабан. Кабан это у нас повсеместный вид, к слову, численность кабана в последние годы сильно пошла вверх, в том числе и на территории наших охотничьих хозяйств, потому что мы туда заселяли кабана. Дальше, пожалуйста. Так, ну и теперь немножко, когда мы уже близки, так сказать, непосредственно к началу обсуждений охотничьего процесса, да, то есть, несколько слов о этике охотника, ну и горного охотника, естественно, потому что мы говорим о том, что горные охотники – это элита, поэтому на нас все смотрят, мы и провестал. Да, вот тезисы. Ну, первое, это, естественно, соблюдение правил охоты, это и понятно, это мы по законодательству обязаны делать, естественно, уважение к животному, да, обязательное условие любой охоты – это контроль места выстрела и добор подранка, если он случился, то есть, это очень важно, и это вообще, то есть, если подранок ушел, это, можно сказать, трагедия, обязательное использование мяса, это очень важно, чрезвычайно важно. Я вам скажу так, что вот я осенью прошлого года охотился в Канаде, у меня была трофейная охота на сибирскую, ой, в Канаде, ты не имеешь права взять трофей, пока ты не вынесешь все мясо, да, и вот мы там с проводниками индейцами, нас было там 3-4 человека, вот, мы добываем этого козла, он весит под сотню, потому что он весьма массивный, и вот мы забираем все мясо, ребята, включая разбитые там лопатки, да, там, я говорю, ну вот это никто есть не будет, то есть, это же, ну, как бы брак, я говорю, зачем его тащить с собой, а он говорит, иначе нас инспекция будет спрашивать и оштрафует, я говорю, а как инспектор узнает, где инспектор, ну, мы же по-нашему, у нас логик это своя, они говорят, нет, я, говорит, сейчас вот сниму видео здесь, потом я приду в кэмп, то есть в лагерь, там сниму все это видео, что вот они лежат, лопатки, вот они ребра и так далее, и так далее, представляете, то есть, какой уровень контроля, то есть, не используешь мясо, гуляй, Вася, да, потому что вот использование дериватов, это основа, да, то есть, вот, дальше мы идем о том, что, естественно, недопустимо использование бедственного положения животного, да, то есть, ну, когда, там, не знаю, переправе там, или там замерзает, или засыпана там, не знаю, лавина и так далее, на льду подскользнулось, вот, естественно, отказ от использования специальных технических средств, ну, тут в первую очередь идут, идет речь, конечно, о тепловизионной технике, о ночных прицелах, о вертолетах, джипах, там, и всего, снегохода, и прочее, прочее. Естественно, взаимное уважение к другим охотникам и проводникам, соблюдение техники безопасности, вот, по поводу уважения к охотникам, буквально это весной случай был, на Алаколе мы охотились, там, ну, не на Алаколе, там, хозяйство на Алаколе, а там какой-то там, водоем небольшой был, вот, я пошел во время обеда, поставил уток, подготовил засидку, натянул маск, сетку, поставил стул, и, значит, пошли мы кушать, обедать, и обедаем там, ну, метров 150 от этого места, и мы видим, что идет туда какой-то местный охотник, ну, мы и поздоровались, там, такой аксакал идет, мегамара, значит, здравствуйте, там, то и все, мы вот там поставили подсадных, типа, там, место, вы так, чтобы, ну, так сказать, не удивлялись, откуда там утки взялись, значит, ну, во-первых, сразу несколько выстрелов, я еще думаю, странно, думаю, ну, наверное, кто-то подсел, и он, может быть, там, отохотился, а потом оказалось, что это он, как-то по пластиковым стрелял, ну, суть не в этом, я прихожу на, как говорится, на номер, мой стульчик валяется в этих, как в кушарях, а он сидит на моем месте, я думаю, ну, ладно, окей, вокруг моей утки, я говорю, думаю, ну, никого нету, думаю, пока меня не было, ну, логично, что он сел, там, понятно, они подлетать будут, да, то есть, то, что он нарушает правила охоты, и то, что у него нет подсадных, я об этом вообще молчу, вот, я ему говорю, ну, ага, там, вот, я пришел, и он говорит, ну, что, говорит, пришел, садись, говорит, рядом, я говорю, в смысле рядом, он говорит, ну, вместе будем, типа, сидеть с тобой тут, я говорю, ну, как мы с вами за одну утку, что ли, будем бегать, там, стрелять по ней, вот, и в конце концов, мне не удалось его сдвинуть, он уже там начал, ну, как бы, повышать тон, я думаю, ну, ладно, человек пожилой, думаю, не буду я с ним связываться, сел на лодочку, собрал уток, переместился на 200 метров, вот, ну, просто элементарные, казалось бы, вещи, да, ну, то есть, ты пришел к кем-то оборудованное место, а человек вот так вот реагирует, так что это тоже немаловажно. Ну, теперь немножко давайте поговорим о навыках, которые требуются горному охотнику, у нас, на самом деле, то есть, три составных успеха, может быть, их четыре должно быть, значит, одна из первых, о которых мы не говорим, это, естественно, угодья, которых вы осуществляете охоту, должны иметь диких животных, да, потому что, как там говорил Конфуций, тяжело искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Именно поэтому, вот, многие задают вопрос, почему у вас в Казахстанском обществе охотников-рыболов самые высокие цены там на лицензии, и их никогда нет, а именно потому, что у нас есть звери, человек гарантированно знает, что приобретая здесь лицензию, он назад пустой не уедет, да, то есть, по крайней мере, он может промахнуться один раз, два раза, и у нас есть ребята, которые по пять раз там ездят, тура и говорят, ну, там сложные, правда, условия действительно для охоты. Вот, заходи, Рашид, давай. Вот наш спонсор, поприветствуйте, это вот Рашид, предоставил нам экран охотник-рыболов, да, компания шоу-сервис, да, нет, не шоу. А? Аликшоу. Аликшоу, точно. Компания Аликшоу, хорошие ребята, мы тоже когда-то занимались этим бизнесом, теперь больше не занимаемся, вот привлекаем охотников-рыболов. Так вот, значит, естественно, мы говорим о том, что угодья, куда вы едете, они должны быть, заходите, не стойте, угодья, которые вы едете на охоту, они должны быть проверены, да, то есть, вы должны точно знать, что там есть звери, и у вас, естественно, должен быть там какой-то адекватный проводник, да, потому что с этим тоже на самом деле большие проблемы, потому что каждый день мы сталкиваемся в соцсетях там с жалобами о том, что вот, приехали, кино крутанули. Я вам скажу, что я сам жертва этого самого кино. И вообще, почему я здесь стою сейчас перед вами, потому что была у меня история много лет назад, когда я там, я сам был учеохотником. Вот еще одна звезда, это дед из Фабричного, 200 миллионов подписчиков. Вот, значит, и мы ездили-ездили на охоту с товарищем, с Алексеем Михайловичем, который сейчас наш директор нашего магазина, вот, и ничего нет. Ну вот, нету зверя. Вот нам, то есть, мы же каждый раз приезжаем, там, егерям что-то платим, оставляем. И уже мы, когда окончательно осознали, что нас просто используют как раб силу, здесь, тут надо железо перевезти, здесь, тут нужно что-то с цемент подвезти, там, и так далее, и так далее. В общем, в итоге, прям такая злость взяла. Я говорю, Михайлович, давайте какие-то свои охотничьи хозяйства создадим, чтобы они были идеальны. И вот мы с Нурланом тогда встретились, потому что мы с Нурланом в свое время вместе учились. Так вот, из навыков. Навык номер один, который нужен, исключая охотничьи хозяйства, где вы будете охотиться, это, конечно, владение оружием и навыки высокоточной стрельбы. Да, потому что это чрезвычайно важно, потому что, в конечном счете, на финальной стадии работает именно пуля, выпущенная из вашего оружия. Вот, поэтому вы должны знать и уметь, как пользоваться своим оружием и уверенно стрелять на дистанции до 500 метров из положения лежа. Почему говорю из положения лежа? Потому что, как правило, то есть на дистанции 500 метров у вас есть возможность спокойно там расположиться и так далее. Почему я не говорю там до километра и так далее? Потому что сегодня современные комплексы позволяют стрелять на большие дистанции, да? Потому что мы говорим о том, что у у нас есть этика охотника, в соответствии с которой ваш выстрел должен быть единственный, принести минимум страданий животному, а самое главное – принести необходимое количество энергии, да? То есть пуля должна, прилетев в животное, остановить ее раз навсегда. Мы также знаем, изучая баллистику, что до 500 метров все более или менее предсказуемо влетит. До 300 так вообще можно сказать идеально, там ветер даже никак не влияет. А вот дальше уже поправка на ветер очень существенная, особенно в горах, да? Потому что в горах ветер разнонаправленный, вы никогда не знаете, откуда у вас сильнее дует ветер, и это большая проблема, потому что вы не можете контролировать ветер. Все остальное вы можете внести в свой калькулятор, а ветром вашу пульку несет, сделает подранок животного, и это очень плохо. Поэтому мы говорим, что горная охота заканчивается на дистанции 500 метров. У каждого, естественно, и у меня в том числе, был опыт охоты на большие дистанции. Я скажу так, что вот в какой-то момент, когда я вот этот вот осознал момент, что любой вот этот вот, как там, любое добытое животное забывается там через неделю, да? А каждый вот подранок у меня вот до сих пор вот здесь в голове висит. И это касается любого охотника на самом деле. Поэтому помните об этом, не торопитесь, подойдите ближе. Вы для этого и созданы. Вы же охотник, да? Вы же не стрелок. Мы говорим о том, что мы должны прокачивать свои навыки в части скрадывания, в части умения ориентироваться по ветру и другим там моментам, да? То есть маскировка. Вот поэтому стрельба до 500 метров. Дальше. Значит, комплекс. Комплекс, оружие, патрон, оптика. Это, на самом деле, кажется, вполне понятный вообще и ясный пункт. Но, тем не менее, не все доводят его до совершенства, да? То есть бывает, ну, купит дорогой карабин, возьмет дорогущий там прицел, да? А патрон не подбирает. Ну, какой-то патрон. Вот мне вот, я сейчас планирую там на трофейную охоту ехать в Россию, да? Я говорю, там, у них арендное оружие разрешено. Я говорю, ребят, что у вас там есть? Ну, вот, то-то, то-то есть. Я говорю, а там какой патрон прибит, какая баллистика? Он говорит, да, у меня, говорит, 50 видов патрона, и там, видимо, у него там со всех охот осталось. Ну, то есть, понятно, что с таким оружием я охотиться не буду, не смогу, потому что у него комплекса нет, да? То есть, поэтому я повезу свой карабин, чего мне это не стоило, вот и так далее. Безусловно, сегодня, если мы говорим о горной охоте, это у вас, у каждого из вас должен быть дальномер или бинокль с дальномером. Почему? Потому что на глаз дистанцию очень тяжело определить, и я скажу, что могут качественно определить, ну, точно, единицы. Это постоянный такой тренируемый навык, это постоянно нужно тренировать себя и так далее. Поэтому тут очень важно, чтобы вы не забывали об этом, о том, что у вас должен быть дальномер, значит, обязательно. Сейчас, кстати, очень много появилось с баллистическим калькулятором, это тоже очень удобно для того, чтобы там сделать расчеты и сразу провести точный выстрел по месту. Дальше, что еще помогает в тренировке этого навыка? В тренировке этого навыка точность стрельбы. Я всем рекомендую перед сезоном, ну, во-первых, там патронов 10-20 выпускать по бумаге, да, потому что, ну, сейчас патроны дорогие, вот, ну, второй навык, который нужно тренировать, это поиск дичи в прицел. Вот, это так называемое слепое прицеливание. То есть в чем смысл упражнения этого слепого прицеливания? В том, что вы закрываете глаз, то есть вы сначала наметили там какой-то там камень или куст на дистанции 200-300 метров, у вас перед вами стоит карабин на сошках, значит, и вы, увидев глазами, значит, эту цель, закрываете глаза и прикладываетесь, делаете вкладку, как бы мозг проецирует вас, ваше положение тела, значит, к этой точке. Вы будете, естественно, мазать, ну, имеется в виду, когда вы глаз открываете, вы видите, что там совсем не то, но вы начинаете коррекцию проводить правее, левее, выше, ниже. Я вам скажу так, что на самом деле там 15-20 минут в день, да, то есть тренировки, даже можно из окна по соседнему дому, по соседним окнам тренироваться, да, приведет к тому, что вы с удивлением обнаружите, когда на охоте вы увидели там какого-то козлика на дистанции там 300-400 метров, вы, хоп, и он уже у вас в прицеле, да, то есть. Теперь по поводу прицела, это дальше я буду говорить, но тем не менее у нас, вот я вижу, что охотники, значит, почему-то фокусируют свое внимание на кратности. На самом деле, с точки зрения охоты, да, то есть, высокая кратность не нужна. Если мы говорим до 500 метров, ну, кратность максимум 16, а то и 12, да, потому что, допустим, рекомендации такие, то есть если вы охотитесь на дистанции 100 метров, то у вас где-то кратность должна быть там тройка-четверка, да, то есть, ну, фактически минимальная, то есть 200 метров чуть больше, ну, и условно 500 метров это 12 кратность. Почему? Потому что, во-первых, у вас поле зрения в оптику будет шире, и вы, соответственно, быстрее сможете найти эту дичь, это во-первых. Но второе, что может быть даже еще более важное, в момент выстрела, да, вы сможете увидеть, куда прилетела туле, и это чрезвычайно важно. Если у вас рядом не сидит этот наводчик с биноклем, но, и знаете, я бы сказал, даже если сидит, то это не факт, что он увидит, потому что от выстрела он вот так подпрыгивает, и ты говоришь, ну, чё, чё? Чёрт его знает, ничего не видел, да? Вот, поэтому это важно, то есть не злоупотребляйте кратностью на охоте, поэтому, в принципе, кратность максимальная 16, для любой абсолютно охоты её, я считаю, вполне достаточно. Заходите, чувствуй. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Так, значит, ты чуть пролистал, там это шли… Ага, вот. Вот это абсолютно, кстати, замечательная таблица, разработанная одним американским специалистом-охотником по калибрам, да, то есть она есть у нас на форуме, мы специально её в своё время выкладывали. Смысл её заключается в том, что вот тут вот разборчивость не даёт возможности, ну, по крайней мере, мне отсюда увидеть, да. Но смысл таком, что вот над патронами, то есть такие скобочки, в которых видно, то есть какой патрон для кого рекомендован, да. Из каких соображений делалась эта таблица? Во-первых, это вес животного, потому что, значит, мы говорим о том, что энергия патрона, которая… То есть, ну, на один килограмм нужно, чтобы патрон приносил десять джоулей, да, то есть, например, ну, например, если, допустим, предположим, морал у нас весит двести пятьдесят килограммов, да, то, следовательно, пуля в момент попадания в морал должна принести две с половиной джоулей или выше. Это первый параметр. Второй параметр – это, значит, типы животных, где они живут, да, то есть, ну, дистанция охоты, правильно сказать так, да. Вот. И если… Ну, вы мне должны поверить, но на самом деле получается, что вот для горной охоты у нас вот здесь вот только вот эти два-три калибра которые подходят – это семи реминтон-магнум и триста величинстер-магнум. Я имею в виду, подходят абсолютно на все виды животных здесь, на территории Казахстана, с учетом того, что мы охотимся до пятисот метров, да. Получается, вот эти только два калибра, они обладают необходимой энергией, которую они смогут донести на дистанцию пятьсот метров, допустим, моралу, медведев, ну, крупным животным, крупному кабану и так далее. Значит, если вы готовы, так сказать, подходить ближе, да, то есть сократить дистанцию охоты до трехсот метров, ну, тогда калибров, соответственно, будет больше, туда попадают все остальные там кучи, вот. Поэтому, если говорить о полной универсальности, да, калибров, то у нас вот их получается на сегодняшний день два, день два популярных, ну, еще сейчас два появилось, 7 Remington PRC, да, и 300 PRC, вот. Это еще более крутые калибры, чем Winchester Magnum и чем Remington Magnum, вот. Но, к сожалению, на сегодняшний день, это, кстати, вот специально для вас я эту новость, значит, объявлю, как людям неполенившихся и приехавших сюда на семинар, к сожалению, на сегодняшний день Казахстан вместе с другими двадцатью двумя странами попал под санкции по всем видам лицензируемой продукции по Соединенным Штатам. То есть все действующие контракты амулированы, все лицензии отозваны. То есть на сегодняшний день у нас в ближайшем будущем не планируется поступление ничего ни от худа, потому что, естественно, после того, как там санкционный список 22 страны внесли, включая некоторые страны, входящие в НАТО, да, то есть получается, что, конечно, дурков не будет сюда нам что-то продавать, потому что там у них сертификат конечного пользователя, только одна страна, то есть один дистрибьютор. Вот. Поэтому про вот эти калибры, значит, я и PRC и говорить не буду. Если 300 венчасти магнум и 7 ревентом магнум, есть еще другие международные мировые производители, которые что-то будут делать и уже делают, да, то с этими, конечно, посложнее. Дальше. Значит, вот эта вот табличка, я не знаю, тут хорошо видно, не видно, но вот красные линии видны, то есть о чем речь. То есть вот это вот три калибра, это, кстати говоря, все я со своих непосредственно ружей брал, со своих карабинов, то есть это действующие все эти, то есть это на дистанции 500 метров, как меняется диапазон, значит, прилета пули в цель. О чем речь? Ну, вы знаете, что пуля летит у нас вот так вот, как это, парабола она называется? А? Как? Баллистика. Баллистика? Нет, ну, летит по параболой, да, это называется парабола. Так вот, понятно, что на дистанции 500 метров, если мы возьмем, что убойное место у животного там 25-30 сантиметров в диаметре, да, то понятно, что более насильный калибр, то есть он даст большую возможность для маневра, да. Условно говоря, мы предположим, животное находится в движении, да, то есть вы стреляете по, там, допустим, пасущемуся какому-то оленю, да. И понятно, что за то время, пока вы сняли дистанцию, вели расчеты, вели поправки, вложились и так далее, оно могло там сколько-то метров свести. И вот назад верни вот эту вот предыдущую. Да, и вот тут, допустим, видно, что если у вас 300 Витчестер Магнум, то у вас вот этот вот запас, в котором вы все еще будете попадать, да, он 30 метров составляет, а 308 16 метров, ну, то есть практически в два раза меньше. То есть это к тому, нужно ли использовать, или почему нужно использовать Магнум Калибр на горной охоте. Да, потому что просто-напросто у вас больше права на ошибку, да, больше у вас права на ошибку не только в определении дистанции, но и энергии. Потому что вот здесь вот, ну, тоже плохо видно, но если говорить об энергии, то вот здесь вот, вот здесь на 308 на этой дистанции 1500 джоулей, да, а мы говорим о чем? О том, что нам для морала нужно две с половиной тысячи. А на семерке, на трехсотом энергии хватает, достаточно. То есть, получается, использование Магнум Калибров для горной охоты, оно доказано с точки зрения физики. Дальше, пожалуйста. Ну, это вот как раз, значит, демонстрирует, что если вот синий – это менее настильный калибр, вот у него вот эта вот дистанция маленькая, а вот оранжевый – это более настильный калибр, поэтому дистанция выше. Значит, какой выбирать боеприпас с каким БК, да, потому что в одном и том же трехсотом калибре есть боеприпас, допустим, там, с баллистическим коэффициентом, там, 200, а в какой-то есть 500, есть 650 сейчас появились и так далее. Так вот, ну, вот это показано, то есть то же самое, да, то есть в одном калибре, значит, вот это боеприпас с низким баллистическим коэффициентом, а это с более высоким, да, то есть всегда выбираем боеприпас с максимальным баллистическим коэффициентом. В частности, вот сейчас пришла очень интересная хорошая пуля Нослер, Акубонд прокачанный, она называется Акубонд баллистик тип, то есть это вот старый Акубонд, у которого 0500 было, да, 0501, по-моему, баллистический коэффициент, сейчас у новой пули более высокий, там, что с чем-то. Дальше, пожалуйста. Это же не реклама? Нет, нет, я просто пристреливал свое оружие, и поэтому я этот изучил момент. Значит, очень большой серьезный вопрос у охотников, и это, кстати, была проблема в том числе и моя на начальных этапах, это стрельба под углами, да, вот почему-то, ну, это логика как бы подсказывается, да, что как-будто, если ты вверх стреляешь, что пуля как-будто бы должна же ниже лететь, да, а когда вниз стреляешь, она должна как-будто вверх лететь, да, а на самом деле хоть вниз стреляешь, хоть вверх стреляешь, она все равно летит вверх вот то есть поэтому традиционная ошибка на горной охоте у охотника при выстреле это обвысил что еще влияет на это чем выше мы поднимаемся чем выше высота над уровнем моря тем ниже парциальное давление и как следствие пуля летит опять выше да то есть легче ей так сказать преодолевать вот эту вот высоту поэтому об этом нужно знать этого тоже сравнительная таблица 0 градусов и 30 градусов на 300 калибре причем даже не стал там 500 метров брать а вот уже смотрите на 375 метр вертикальная поправка здесь по моему 61 сантиметр а здесь а здесь 47 да да то есть получается что когда ты вверх или вниз стреляешь получается у тебя поправка с одним и тем же боеприпасом одним и тем же оружием существенно меньше когда ты под углом стреляешь здесь 47 сантиметров здесь 61 сантиметр да то есть она 500 метров это там уже было бы там порядка 35 40 сантиметров разница то есть это гарантированный промах дальше значит что можно использовать для управления вот этими процентами градусов и так далее то есть естественно баллистические калькуляторы сегодня баллистические калькуляторы замечательно работают у нас был любимый популярный стрелок к сожалению iphone больше его не загружает мы сейчас договорились с компанией лейко значит что они своим дальномером будут сразу давать лицензию на американский play ballistic да то есть вообще лицензии на этот американский условно говоря калькулятор весьма дорого стоит порядка там 100 с лишним долларов вот но как бы лейко маркетинговых целях сказала окей давайте кто берет у нас покупает лейку мы тому даем бесплатную лицензию на то чтобы вы могли так сказать пользоваться это круто на самом деле а это вот показано сетка прицельная для тех охотников кто ни при каких условиях не хочет пользоваться баллистическим калькулятором я в свое время тоже таким же был да то то есть это вот американская компания шепард которая делает вот облака тоже шепардом да да которая делает вот такую прицельную сетку смысл заключается в том что видите вот это вот каждый кружочек это диаметр или размер убойной зоны на ту или иную дистанцию то есть ваша задача просто подбирая кружочек на момент прицеливания вы автоматически так сказать определяете дистанцию и без всякого дальномера производите выстрел и это классно все работает за одним исключением при стрельбе под углами потому что когда по прямой все работает на сто процентов я сам такого добывал медведя 650 метров а значит но давно было поэтому то есть а значит под углами тут уже и начинается танцы с бубнами дальше да и от высокой зависит правильно так ну о чем мы говорим о том что при производстве выстрела вообще самая большая и часто встречающаяся ошибка это болтающийся локоть да то есть локоть вашей упорной руки которую стреляете он должен всегда стоять на твердой поверхности сейчас правда вот появились вот такие вот сошки я не знаю я показывал их которых приклад тоже стоит под опоры да то есть мы такими сошками легче пользоваться то есть или у вас есть вот этот вот под прикладом сошка акупот она называется или акушот как-то так ее можно использовать но мне она неудобно она слишком цепляется сильно вот поэтому безусловно и вот снова возвращаясь к этому моменту о том какая должна быть кратность до 100 метров это четверка 200 метров это шестерка 300 метров восьмерка 400 метров десятка и 500 метров это 12 то есть для чего для того чтобы вы быстро могли найти зверя это во-первых а во-вторых естественно в момент выстрела чтобы вы смогли заметить куда прилетела пуля дальше так а сколько времени прошло так уже прошел час давайте перед их потому что дальше начнем про физиологию observing и теперь в . Субтитры сделал DimaTorzok